Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Мы с вами начали читать книгу «Таинственный брак». Это толкование старца Емельяна на писание святого Максима-Исповедника, на его главы о любви. Как вы помните, там было недоразумение в прошлый раз, когда речь шла о том, что с самого начала II века, II веке, помните, да? И был вопрос возник. Святой Максим-Исповедник, он жил в VI-VII веке. А при чём тут II? Оказалось, что веком, в century, они называют сотницей, то есть главы. А любви тут 400 глав маленьких. И эти 400 глав разделены на четыре части, четыре сотницы. И вот толкование, которое предлагает старец Емельян, оно на II сотницу. И вот самое начало II сотницы, они по-английски называют century, second century. И я в прошлый раз пытался перевести на ходу вступление. Было маленькое вступление. Может быть, не совсем ясно было. Я посидел, перевёл немного более подробно. И сейчас, на всякий случай, давайте зачитаем. То есть это самое вступление, даже перед началом первой главы. Все главы о любви святого Максима-Исповедника отражают повседневную духовную жизнь человека и вдохновлены брачным союзом души с Богом. Иными словами, эти главы выражают опыт брачных отношений. Можно сказать, что наше законное право любить Бога немногим отличается от основных характеристик законности и верности в супружестве. Это значит, что человек, который действительно любит Бога, не расторгает брачный союз с Ним и не вводит в среду этих брачных отношений никакую третью сторону или лицо, которое скомпрометировало бы верность, благодаря которой, через которую душа соединяется с Богом. Это маленькое вступление и кратко-кратко, о чем вообще книга и о чем будет идти речь? Об этих таинственных взаимоотношениях души с Богом. И это было вступление, и мы с вами начали читать первую главу. В двух словах я сейчас прочитаю опять эту маленькую главку из Максима Исповедника переведу, и мы продолжим толкование читать. «Тот, кто действительно любит Бога, молится без развлечения, совершенно без развлечения. И тот, кто молится совершенно без развлечения, тот любит Бога истинно. «Но тот, чей ум сконцентрирован или захвачен на какой-либо мирской вещи, не молится без развлечения и, соответственно, не любит Бога». Это Максим Исповедник. И мы с вами, помните, да, в прошлый раз читали краткое толкование старца Емельяна на это, о том, что как он понимает это вот на примере супружеских отношений, на примере верности, на примере, что любое отвлечение ума — это как измена Богу в молитве. То есть вместо того, чтобы быть вниманием, сосредоточенным на Боге, ум отводит свой взгляд от Бога и прилепляется к какой-то совершенно другой вещи, которую он, соответственно, и начинает любить. Ну или ненавидеть, там страсти разные будут. Но суть в том, что он теряет внимание, он отводит взгляд от Бога, и всё, уже любви в этом нет. Он трактует это как измена. Мы прочитали толкование на тот, кто действительно любит Бога, молится совершенно без развлечения. И следующая строчка. Тот, кто молится без развлечения, тот действительно любит Бога. Вот мы здесь закончили. Мы на эти две строчки читали толкование. И сейчас продолжаем. Продолжаем ту же первую главку Максима Исповедника. Третья строчка звучит так. «Но тот, чей ум зафиксирован или обратил внимание, зафиксировал внимание на какой-либо мирской вещи, не молится без развлечений». То есть в толковании на первые два стиха мы с вами слышали теорию о том, что такое молитва и что такое любовь к Богу, как её понимает Максим Исповедник. А теперь вот в толковании на этот стих сейчас речь пойдёт вообще о природе развлечения, о природе отвлечения, почему и как ум отвлекается от Бога и что с ним в этот момент происходит. Толкование старца Емельяна. Когда ваш ум во время молитвы или в любое другое время, вот здесь обратите внимание, мы, конечно, всегда с вами говорим. И когда читали Феофана Затворника, мы всегда говорим, духовная жизнь начинается с молитвы. В молитве в первую очередь проявляются какие-то духовные качества человека или его попытка вести духовную жизнь. Но затем цель молитвы состоит в том, чтобы проникла эта духовность, осветила всю его жизнь. То есть, видите, вначале он говорит в течение молитвы или в любое другое время. Итак, когда ваш ум во время молитвы или в любое другое время не сосредоточен на Боге полностью, начинает прилепляться или отклоняться на что-либо земное, или он отворачивается в сторону, или хотя бы даже склонился в сторону чего бы то ни было другого, кроме Бога, тогда вы не молитесь без развлечений. и вы не имеете любви. Четыре степени развлечения. Первая, самая сильная степень – это аттачмент, это прилепление, то есть это уже как пленение. Мы уже не властны его ни от чего оторвать. Он очень сильно сконцентрирован на какой-то другой вещи. Это самая такая сильная степень. Затем второе он говорит, что ум или когда просто направился в какую-то сторону, внимание отошло и направилось на другой предмет. Или просто отвернулся. Это ещё более лёгкая форма, но это всё равно отвлечение. То есть мы взглядом ума в молитве мы произносим слова молитвы, и наше внимание сосредоточено на словах молитвы, сосредоточено на Боге. И только наш ум, как глаз, как говорят, око души, отвернулся в сторону. Это уже мы отвлеклись. Уже это развлечение. Или последняя, самая лёгкая степень развлечения, это просто склонился. Это когда наш ум, он просто имеет в себе какое-то влечение в сторону от Бога во время молитвы. Вот эти четыре, от самой такой сильной до самой такой легчайшей, но они всё равно все отвлекают ум от Бога, отвлекают ум от молитвы и показывают, что нет молитвы без развлечения и, следовательно, мы не любим Бога. Когда ум прилепился к чему-либо ещё, к чему-то иному, чем Бог, тогда он не может ни при каких условиях молиться без развлечения. и к чему наш ум склоняется. Он склоняется к вещам, которые принадлежат уму. То есть к вещам, которые ум себе присвоил. И к тому, с чем наш ум уже соединился. то есть вместо того, чтобы соединиться с Богом, мы соединяемся с какими-то другими вещами. И вот к этому наш ум всегда склоняется, к нашему, к моему родному. Другими словами, ум склоняется к тем вещам, которые соответствуют и совпадают его образу мыслей, нашему образу мыслей, к его желаниям, то есть к нашим желаниям и к нашим стремлениям. Вот ко всему вот этому нашему ум имеет свойство склоняться, уклоняться от Бога. То, чего я желаю, то, что кажется мне хорошим и правильным, то, к чему я стремлюсь. Что-то, вот что мне непременно надо сделать, вот нужно сделать прямо сейчас. Вот знаете, вот бывает, ты встал на молитву, да, и приходит какая-то мысль или ты вспомнил, вот что-то тебе обязательно надо сейчас сделать, и как люди говорят, если ты этого не сделаешь, то мир развалится на части, такое состояние внутри, ты просто обязан вот что-то сделать в этот момент. Все это, вот это перечисленное, совершает или образовывает уход моего ума от Бога и препятствует мне молиться без развлечения. Итак, еще раз повторим, о чем была речь сейчас. Немножко так может сложновато. Итак, то, что я желаю, мои желания, то, что я хочу, или то, что мне кажется хорошим, или то, к чему я стремлюсь, или что-то, что мне нужно непременно сейчас сделать, все это составляет вообще суть моего отвлечения от Бога. То есть, ну, тут не написано, но другими словами можно сказать, что препятствиями к неразвлеченной молитве являются прежде всего наши желания, наши стремления, наш образ мыслей, вот то, к чему мы привыкли, что мы считаем правильным, вот как нам надо сделать, да, то есть наше мнение, наше мнение и воспоминания о каких-то вот делах, которые нам нужно сейчас непременно сделать, вот это составляет суть развлечения в молитве. Вместо этого ум должен быть совершенно пустын пустын, вот мы об этом много раз говорили, да, здесь вот старец Эмильян об этом говорит, в молитве ум должен быть совершенно пустым, свободным избавиться от всего, от желаний, от воспоминаний, от каких-то стремлений, от того, что тебе кажется правильным или неправильным, все это становится препятствием в молитве. Все вещи, все должно быть удалено из него, из ума. И видите, как, это речь сейчас идет о молитве, но вы помните строчку, которая началась? Ну, это вообще интересно, и даже представить себе трудно, что это за жизнь такая была бы. Но видите, он говорит, во время молитвы и в любое другое время, в любое другое время тоже. Все должно быть удалено из ума, чтобы ум оставался, знаете, говорят, ясный ум, чистый ум. Что это значит? Это ум пустой, не в том смысле, что он какой-то безумный, а в том смысле, что он устремлен на Бога, он смотрит на Бога. Все должно быть погружено, отвергнуто и погружено в бездну невежества и забвения. Так, чтобы ум смог вознестись вверх и быть захваченным Богом, то есть смог бы быть объятым Богом полностью, да, вот это бездна невежества и бездна забвения. Читали про старцев, читали про святых, читали про иродивых, они говорят, да я невежда, да я ничего не знаю, я, говорит, дурак. Мы закончили с вами толкование, прочитали толкование на вот это первое, на первую главку второй сотницы Максима Исповедника, сейчас переходим ко второй, какие-то есть вопросы, может быть сейчас вот по первой главе. У нас книжка есть или это вы читаете сами, а мы просто слушаем? Вы просто слушаете, книжка это, я в прошлый раз говорил, это книжка только на английском языке, перевода на русский язык еще нету, и мы переводим ее по ходу. Для вопрос, отличение на молитве вы говорите, а если я во время, например, человек молится во время молитвы и на каких-то словах останавливается внимание, это отвлечение или это углубление? Нет, это не отвлечение. Если останавливается, смысл молитвы в том, чтобы внимание было зафиксировано на словах молитвы, и через слова, через смысл слов, которые мы говорим к Богу, наше внимание, оно зафиксировано на Боге. И если мы останавливаемся на каком-то стихе, то это не отвлечение. Даже святой Исак Сирин пишет об этом, что если какой-то стих особенно покажется тебе близким, ты можешь приостановиться на нем и даже несколько раз повторять, чтобы пребывать в этом стихе, пока твой ум питается как пищей некоторой духовной. стихе, а если наоборот возникает, когда ты останавливаешься, спотыкаешься, что ты либо не совсем понимаешь, либо еще что-то и думаешь, надо будет батюшку спросить, то есть ты начинаешь думать, так, где бы мне записать это, как бы мне вот это место запомнить, чтобы батюшку спросить. В это время нужно, чтобы карандаш было или что-то, чтобы это можно было записать, это получается отвлечение все равно небольшое, да? Потому что я вот так думала в голове, а потом, как только заканчиваю, конечно, я уже не помню, что я хотела вас спросить и уже и забыла даже отметить, потом думаю, буду держать карандашик, буду карандашиком отмечать. И потом отметила и все равно забыла, где я отметила и что отметила. Понятно. Нет, ну это касается, конечно, когда читаешь какие-то написанные молитвы, бывает так, что какой-то вопрос или псалтири, но когда Иисусова молитва, там какие уже вопросы, она для того и дана, чтобы ум даже ассоциативно не отвлекался ни на какие понятия, ни на какие там вопросы. А так, если мы на начальном этапе, а мы все на начальном этапе, мы начинающие, ничего страшного, иметь блокнотик это очень хорошо. Иметь блокнотик и себе что-то записать, фактически записывая что-то в блокнотик, карандашиком, не отмечать, а именно надо записать. Ты, свой ум, это один из способов, в начале, в начале занятия молитвой, на таких первых этапах, которые у нас всю жизнь там могут длиться, это один из способов освободить ум, очистить его. То есть, возник какой-то вопрос, и он будет тебя беспокоить, и он будет тебе продолжать мешать. Записывая его, ты избавляешься от него. Все, ты его записал, отложил в сторону, успокоился, ты можешь опять попытаться освободить ум, а к этому вопросу уже не беспокоишься, что ты его забудешь, или он потеряется, если он кажется таким важным. Хотя, конечно, она более в Иисусовой молитве, и уже не рекомендуется задерживать ум ни на каких вопросах, особо таких. Ну, по крайней мере, когда мы занимаемся Иисусовой. Вот это вот то, что вы рассказываете про молитву сейчас и неразличение, это правило для Иисусовой молитвы, или это относится к любым правилам вечерним, или при церковной молитве это к любому относится, или мы конкретно про Иисусову молитву говорим? Нет, это относится к молитве вообще. Это относится к устремлению души к Богу, ума к Богу. И это говорится не только о молитве, если ты обратил внимание, да, я два раза повторил, что это вообще жизнь человека верующего, ну, тут монах, конечно, христианин, жизнь человека, который ищет исполнить эту заповедь о любви, которая дана и звучит так, возлюби Бога твоего всем сердцем твоим. То есть, всеми, что в сердце у нас, желания. Мы не хотим уже этого, хотим того, мы любим это, любим то, ой, мне нравится вот эта вещь, а мне нравится та вещь, хочу вот это, хочу то. Вот чем заполнено наше сердце? Оно отдано миру, мирским вещам, приобретением каким-то, да, каким-то мечтам, что-то построить, что-то купить, что-то сделать. Это наше сердце не отдано Богу. Всем сердцем, всем помышлениям, что значит всем помышлением? Не просто сказано возлюби Бога, а всем помышлением. Всем помышлением, вот об этом эта книга. Как возлюбить Бога всем помышлением? Очень просто, смотрите, он говорит, кажется, какая-то, конечно, вещь, ну, жесткая, да, для нашего слуха. Ну, как это, ой, если я не молюсь без развлечения, я не люблю Бога. Но фактически это же из Священного Писания исходит. Если нам нужно возлюбить Бога всем нашим помышлением, и мы наше помышление не все отдаем Богу, а отвлекаемся вниманием наших помышлений на какие-то посторонние вещи, мы уже не всем помышлением любим Бога. Поэтому он и говорит, не обманывайте себя. Если вы молитесь с развлечением, вы не любите Бога. и дальше сейчас, это только начало, дальше сейчас будет углубление в некотором смысле и более подробно говорится о том, что делать, что делать, если мы хотим по крайней мере учиться или приблизиться к такой молитве, приблизиться к любви. Вот, батюшка, у меня тоже вопрос. Вы как раз будете отвечать о том, что делать, потому что это легко, то есть, конечно, мы все хотим на молитве только стоять и думать о Боге, только вот быть с Богом, что ничего, нет пустота и один Бог. Но как это сделать, мы не умеем. Должны быть техники. Да, я не буду ничего такого говорить, я просто буду переводить книжку. Говорить будет старец Емельян. Вот, я буду пытаться, пытаться, если что-то непонятно, как я понимаю, его что-то тоже поделиться, но об этом-то и пойдет речь, потому что будут обязательно. Из-за чего такая толстая? Смотрите, мы только с вами прочитали о том, что молиться без развлечения значит не любить Бога. Но книга, посмотрите, тут много будет чего, и я уверен, что будет практическое руководство, будут практические советы к тому, как, что делать, что делать, потому что мы все находимся в таком состоянии, наши умы, они развлечены, они в пленении. Видите? Ну, спаси Господи. Спасибо Господи. Ну что, начнем вторую? Я немножко теперь стал готовиться, потому что некоторые слова, даже английские, они не знакомы, и я заранее немножко кое-что подписал для себя, так что должно чуть-чуть улучшить. Вторая главка, вторая главка второй сотницы, то есть, да, это не первая глава книги, а вторая главка из Максима. Звучит так. Ум, который задерживается на каком-либо чувственном объекте, то есть задерживается своим вниманием, задерживается своим размышлением, развлекается в сторону этого объекта, какого-либо чувственного, то есть, не духовного, а вот из окружающего нашего видимого, окружающего нас видимого мира. Определенно имеет по отношению к этому предмету какую-либо страсть. Да? Еще раз. Ум, который отвлекается на какой-либо чувственный объект, определенно имеет к этому объекту какую-то страсть. такую как желание, первое, печаль или сожаление, это второе, гнев, третье, и неприязнь или отвращение, или обида, возмущение, много перевода в слово resentment. Это четыре. Вот четыре вида приводит Максим Исповедник, четыре вида страсти, о которых свидетельствует наш ум, когда он отвлекается и задерживается на какой-то вещи, чувстве. До тех пор, пока ум не вменит эту вещь ни во что, то есть не презрит ее совершенно, он не сможет освободиться от страсти. Да, видите, речь идет, уже началась речь о страстях. То есть вот был вопрос, о том, как же нам научиться молиться без развлечения, как этого достигнуть. Вот что-то будет связано в этом практическом подходе, что-то будет связано со страстями. Это был Максим Исповедник, а сейчас читаем толкование Старца-Эмильяна. Эти слова являются зеркалом, зеркалом, в котором мы можем увидеть глубину нашей души. Когда ум начинает блуждать, то есть рассеиваться где-то на стороне, это не случайное какое-то происшествие. То есть это происходит не просто так, не случайно. Это не просто результат рассеяния мыслей или отвлечения. как если бы это была какая-то мимолетная вещь, которая принадлежит просто этому мгновению, проходящему мимо нас. понятна? То есть он говорит, что когда наш ум отвлекается во время молитвы, это не просто какая-то случайность, это не просто, вот как он говорит, random occurrence или свойство вот этого момента, вот в этот момент что-то меня отвлекло, да, и оно потом уходит. Отвлекло и ушло. Он говорит, нет, дело не в этом. Но совсем напротив, это открывает, что есть нечто очень глубоко укорененное внутри меня, которое я должен найти и раскрыть. То есть всякое отвлечение, оно не просто стороннее какое-то проходящее мимо, а оно напрямую связано с чем-то внутри меня, внутри моей души, которое мне необходимо открыть. И это развлечение в некотором смысле отвлечение, оно обнаруживает эту вещь внутри меня, эту страсть, которую нужно раскрыть. Например, когда я молюсь, я замечаю, что мой ум ушел куда-то. Когда такое случается, я могу предпринять усилие и вернуть мой ум обратно к словам, которые я говорю к Богу. Да, все это испытывали, так или иначе. Мы молимся, отвлеклись, и мы усилием воли пытаемся вернуться, вернуть свое внимание. Впрочем, это не означает, что я одержал, если я вернул, удалось внимание вернуть, это не означает, что я одержал какую бы то ни было определенную победу. Почему? Потому что это просто внешнее проявление какого-то явления, которое сокрыто гораздо глубже внутри моей души. Скорее, это просто какое-то моментальное действие, это реакция, которая случилась в этот определенный момент, моя реакция. Что определенно, впрочем, и что дает нам понятие о сути происходящего? Это то, что мой ум ушел куда-то. Ушел к чему-то. Особенно, если он там задержался, то есть он не просто отвлекся, а медлит там на этой вещи, своим вниманием, продолжает об этом думать или на это смотреть. И особенно, если он постоянно возвращается, то есть если мы отвлекаемся все время к одной и той же вещи, он повторяет возвращаться к ней снова и снова, это значит, что у меня есть страсть к этой вещи. И я должен, обязан, мастер, я должен раскрыть, что это такое. Если я не могу раскрыть это, мой ум и мои мысли будут возвращаться туда постоянно. То есть, да, смотрите, что такое наше развлечение, наша молитва, во время молитвы, если мы пытаемся внимательно, если мы воспринимаем этот труд, каждое развлечение, каждый уход моей мысли куда-то, и особенно если он там хочет задержаться, обдумывает подолгу, и если он опять, он ушел, мы его вернули, а он через минуту мы смотрим, а мы опять об этом думаем. Да? Бывает такое. Мы его вернули, а он третий раз опять туда же убегает. Все в одно место, и об одной вещь, или это может быть человек, или это может быть вещь какая-то, или это может быть событие, воспоминание о чем-то, да? Но какая-то вещь, все. О чем это нам говорит? Он говорит, это ясно, нам указывает на то, что там, с этим человеком, с этой ситуацией, с этой вещью, связана какая-то наша страсть. То есть, что такое страсть? Связана наша болезнь, которая требует исцеления, на которую нам надо обратить внимание какое-то, да? Не во время молитвы, не так, но это как диагноз, знаете? Это в некотором смысле как диагноз, который нам помогает поставить наше развлечение во время молитвы от Бога. Мы можем обнаружить, что мы с ней потом делаем? Мы начинаем каяться, мы ее приносим на исповедь, мы начинаем с этой страстью работать. Это уже мы обнаружили, по крайней мере болезнь. Это уже практическое, это уже мы переходим к практической стороне. Или другой пример приводит. Ты ко мне приходишь и спрашиваешь, старец, почему мы делаем то-то и то-то в нашем монастыре, в то время, как все отцы церкви говорят, что мы должны делать совершенно противоположно. Я объясняю причину тебе и говорю, почему мы так делаем. И ты отвечаешь, да, теперь я вижу, вы правы. но проходит месяц и тот же самый вопрос возникает в твоем уме. Ты приходишь ко мне снова, еще раз, и я еще раз объясняю тебе ту же самую причину, о которой я тебе уже говорил. И еще раз, второй раз ты понимаешь эту причину и ты говоришь, прости меня, это мое эго подтолкнуло меня задать этот вопрос. Да, человек понял. Когда определенное желание в течение продолжительного времени возникает внутри нас и под этим я подразумеваю определенную цепь размышлений или образ мыслей, когда те же самые вещи продолжают нас будоражить или когда мы постоянно входим в одни и те же проблемы с людьми. Вот у нас с какими-то людьми одни и те же проблемы продолжаются на протяжении долгого времени. Или когда что-то случается, то, что нам не нравится, то, что мы не одобряем, что тогда случается? мы опять снова и снова возвращаемся к той же самой вещи, к тем же самым вопросам, которые мы уже с вами обсуждали 15 или 20 раз или даже 15 или 20 лет. Это значит, что мы находимся во власти, мы захвачены какой-то страстью. Понятно пока всё? Да? Нормально? Не запутанно я перевожу, объясняю. Если какие-то вопросы, вы поднимаете руку, отсудя они все другу. Дальше читаем, да? Другой пример. вы обнаруживаете что вы думаете или придерживаетесь мнений противоположных тем, которые преобладают в монастыре. Да? Ну опять-таки здесь в монастыре, но это можно этот пример так же сказать, ну вот на приходе или в семье даже, в семье или на работе. Вот вы находитесь в какой-то среде, и вдруг вы находите, что ваш образ мыслей, он отличается от того, что принято вокруг вас. или отличается от того, что говорит игумен. Ну для жены, вот скажем, муж что-то говорит, да она по-другому. Ну так, если пример ближе, ближе к нам. И вы спрашиваете, что, в чём заключается воля Божья для меня в этой конкретной ситуации. Да? Задавали такие вопросы? Я думаю, многие задавали. Мы, вот задаётся вопрос, в чём воля Божья, как поступить, что делать? Затем эта ситуация проясняется и вы приходите к какому-то разрешению, к решению этой ситуации. Через некоторое время, впрочем, вы снова спрашиваете себя, что же Бог действительно хочет, чтобы я сделал в этой ситуации? до сих пор всё, что они просят меня сделать, не имеет никакого смысла. Должен ли я просто показывать послушание и делать это, то, что меня просят? Или Бог послал меня сюда, чтобы возвестить им правду, чтобы открыть им глаза на то, что всё это не имеет смысла? опять мы вернулись к нашей старой дилемме в этом случае, да? Уже прошли это и опять возвращаемся. Повторение этой дилеммы не имеет ничего общего с правдой и не имеет ничего общего с любовью к монастырю или к семье, да? И ничего не имеет общего со смирением, но имеет общее во всём с определённой страстью, которая действует внутри вас. И это может быть образ мыслей, образ мыслей может быть страстью, то есть может быть страстным. То есть как мы думаем, моё мнение, вот я думаю, так надо сделать, и мы к этому прилепились, и мы этого придерживаемся, всё, мы охвачены страстью, это станет нам препятствием в молитве. Итак, это может быть образом мыслей, может быть желанием, может быть немного эгоизма относительно того, к чему мы всё время возвращаемся и снова и снова обдумываем это в наших мыслях. когда мы видим, наблюдаем, что наш ум возвращается к той же самой чувственной физической вещи или к той же самой мысли или к тому же самому образу, либо потому, что мы имеем пристрастие, прилиплены к нему или потому, что мы имеем какие-то отношения с этим человеком или отношения к этой вещи или привязанность к ней или потому, что это какой-то источник жизненных сил для вас или наполняет вас жизненной энергией и мы и вы становитесь поглощенным этим предметом или озабоченным, поглощенным. Вы можете быть уверены, что какой-то вид страсти скрывается внутри вас. И святой Максим упоминает о нескольких таких страстях. Да, помните, он говорит о желании, о печали, о гневе и отвращении. Четыре. И сейчас давайте взглянем на каждую из них поочине. Ну что, может, на сегодня достаточно? Час мы уже читаем. Давайте здесь остановимся, потому что дальше пойдут четыре таких блока. Будет о каждой из этих страстей более подробно идти речь. О желании, о печали, о гневе и о отвращении. Я думаю, здесь хорошо нам остановиться и в следующий раз мы уже подробнее будем о них разговаривать. До сих пор. Ну что, какие-то вопросы? Интересно? Хорошо. Поделитесь, спрашивайте. Интересно, да? Ну хорошо. Если какой-то вопрос, отсути, они моргните как-то, руку поднимите. Да, есть вопрос. Да, Батюшка, у меня вопрос есть, если можно, уточнение. Да. Вы сказали, ну он говорит, что если мысль к чему-то возвращается, то это скорее всего страсть. Но в моем понимании страсти это что-то такое перманентное, чего тяжело избавиться, правильно? Ну, что-то такое. Ну а вот чаще всего-то бывает, как вот, допустим, ну человек учится, допустим, да, у него все мысли об экзаменах. Но как только экзамены он сдал, он про них забыл. или кто-то ищет какую-то машину, вам нужна была машина, но как только вы ее купили, ну день-два прошло, вы про нее забыли. Ну какая же это страсть? Ну, я извиняюсь, с моей точки зрения. страсть, конечно, есть, но она глубже. Но это сам предмет, это не страсть, по-моему. Ну, чаще всего это какие-то мелочи. Но обычно, как вы сказали, это, скорее всего, желание. Просто мы что-то хотим, но как только мы получили, мы забыли. Ну, не забыли. Вот очень интересно, вот этот вопрос, вот как раз в следующий раз мы будем говорить о желании. И я думаю, что там как раз будет ответ. Там будет более глубоко об этом. Но мне кажется, что, конечно, есть укорененные страсти в нас глубокие. И мы знаем, что основные отцы определили восемь основных страстей. Правильно? Да? Чревоугодие, сребролюбие, блуд, гнев. Мы их все знаем. Но здесь говорится о том, что именно эти страсти, они заражают, они заражают нашу жизнь и наши мысли и наши желания. То есть все отростки этой страсти, они этих страстей, да, он их тоже называет страстями. Это то, это именно, это как листья. Эти страсти как корни, затем они вырастают и покрываются крона. И это крона листвы закрывает Бога. Если человек покупает машину и он бесстрастный, это ему не помешает молиться. Если человек сдает экзамены и он позанимался, он не теряет связи с Богом, он встал на молитву и тут же его ум к Богу. Это не является препятствием. А если человек делает экзамен и он встал на молитву, а ум его в экзаменах там, или он покупает сейчас машину, а вы встали на молитву и у вас в голове только эти машины, какие разные, какую вы хотите купить. Это значит страсть. Какая либо сребролюбие, да, другая, либо третья, уже это наше действие, которое уже на поверхности нашей жизни. Оно заражено страстью. Вот я думаю об этом лучше. И суть, и наша задача в том, чтобы нашу жизнь осветить, осветить молитвой, осветить присутствием Бога, чтобы этим нашим страстям не давать власти. Потому что все, что мы не делаем, даже хорошую вещь какую-то мы делаем, и страсти все равно прилепляются, пытаются отравить, пытаются это уничтожить и нанести какой-то вред во всем. Такая у них природа. Батюшка, ну спасибо, ответ хороший, но понимаете, как-то вот когда вы читали, может дальше это будет по-другому, но когда вы читали, это преимущественно звучит, что не делать, а нет, а что делать или как делать. Будет, будет, я думаю, будет об этом тоже, да. Мы только начали, я не хочу забегать вперед, будем двигаться по порядку и будем беседовать, будем беседовать. А, конечно, помните, когда мы только прочитали книгу «Невидимая братья», сложилась полная картина, все равно, конечно, вопросы остались, но мы вообще поняли, к чему мы шли. Вся эта книга, она, в принципе, имела свою цель несколько глав в конце, то есть цель в чем заключается, да, христианской жизни, в том, чтобы стяжать и сохранить мир. Вся вот эта прай, она ради этого. И так и здесь, я думаю, я сам эту книжку еще до конца не прочитал. Я прочитал где-то там, чуть дальше середины, но подумал, что вместе, я, когда сейчас перечитываю ее, еще больше для себя открываю и еще более интересно. интересно. У меня вопрос есть, тогда получается, что мы должны приобрести бесстрастие, этого получается, не пристращаться ни к чему, кроме к Богу, правильно понимаешь? то есть те страсти, которые в нас есть, врожденные, приобретенные, мы должны, в принципе, всю жизнь с ними бороться, чтобы приобрести бесстрастие. Но разве существует это реально приобрести бесстрастие? Или, в принципе, сам подвиг, сам труд, что мы пытаемся его приобрести, это ценится? Потому что я думаю, что даже среди святых, я не знаю, может, я ошибаюсь, может, я не знаю, есть случаи, что совершенно бесстрастные люди, потому что это совсем какой-то человек, который не имеет ни эмоций. Даже Иисус Христос, он ведь имел какие-то эмоции, он, я не знаю, нет-нет-нет, чуть-чуть может быть неправильное представление. Человек, у тебя часто бывает такое представление о бесстрастии, что как будто мы должны превратиться в каких-то роботов или какой-то предмет неодушевленный, который там полумертвый какой-то и ничего, он не живет. В нашем падшем понимании жизнь, это страсти, вот в чем проблема. И с точки зрения нашего падшего ума, бесстрастия это смерть. В то время, как с духовной точки зрения, все совершенно наоборот. Настоящая жизнь, она начинается там, где заканчиваются страсти. Страсти это похоти, это грех. Мы читали, был апостол Яков, кто читал службу, кто читал Паримию из апостола Яков. Он говорит, похоть зачемше рождает грех. То есть наше желание. Похоть это то, чего мы хотим. Похоть зачемше рождает грех, а грех рождает смерть. Вот с духовной точки зрения, что такое смерть. А мы думаем, что наши эмоции, что человек, он двигается, он значит живой. На самом деле, это духовно мертвый человек. И совершенно эмоции, и Христос плакал, кто был бесстрастный? Бесстрастный Бог, кто благ? Конечно, Христос совершенно был непричастен к страсти никакой. И тем не менее, он не был без эмоций, он и там и разгонял, гневался на кого-то там. Но это происходило все бесстрастно. Он и прослезился над Лазарем живой. И святые, я не могу тебе сказать, святые, кто приблизился к бесстрастию? Все мы пытаемся, и все святые, мы пытаемся двигаться по направлению к Богу. И чем ближе к Богу подбирается душа, то есть, чем более бесстрастной она становится, тем ближе она подбирается к Богу. И святые, они, конечно, они приобрели бесстрастие, или было им даровано, или они трудами своими его приобрели. Но, естественно, я думаю, что до какой-то степени, конечно, где-то у кого-то какие-то вещи оставались, чаще всего для смирения человеку, чтобы он полностью. Но вот эта молитва без развлечения, я думаю, что многие преподобные были причастниками такой молитвы. И если мы попытаемся хотя бы вообще озаботимся этим на нашем молитвенном правиле, озаботимся тем, что это и есть главное дело нашей молитвы. Главное дело нашего правила это сохранять внимание к Богу, сохранять свой ум зафиксированным на Нем. Это главная наша цель на молитве. Если мы ее достигаем, мы проникаем, достигаем в Любовь Божьей. Вот о чем он пишет. А как мы, кто, насколько продвинется, ну это уже естественно будет зависеть и от нашего усердия, и от милости Божьей, и от многих-многих факторов, и от того, что самое главное, видите, что он говорит, что весь этот труд, он в то же время должен нам помочь и обнаружить страсти, и указать на наши немощи, указать на те вещи, к которым мы прилеплены, указать на те вещи, к которым мы имеем страсть, озаботиться ими, молиться об исцелении, исповедоваться, почитать, что хорошо, мы нашли эту страсть, вот у меня страсть такая-то, а ну-ка я почитаю святых отцов, что все они пишут об этой страсти, потому что они все предлагают те или лекарства, они разбирают эту страсть в подробности, ты изучи свою болезнь вначале, посмотри, какими средствами, какое лекарство нужно применить, это все, вот это все и есть духовная жизнь и внутренняя работа, духовная, а потом, конечно, к священнику прийти и покаяться, получить от Бога разрешение, но просто ее обнаружить, вот мы как на исповедь идем, мы как ходим на исповедь, мы обнаружили страсть, записали, пришли, сказали, ушли, все, и ничего не изменилось, почему, да потому что мы ничего не делаем по этому поводу, мы никак, мы не прилагаем никакие лекарства, мы ее не оплакиваем на молитве, мы не просим у Бога исцеления, почему, потому что мы даже мы ее продолжаем любить, вот что, а мы должны ее в некотором смысле возненавидеть, презреть, вменить ни во что, и тогда мы от нее, как он сказал, освобождают, если человек не вменит эту вещь, которой страстно он привязан, не вменит ни во что, не сможет молиться без безразличия, то есть нам нужно от нее отлепиться, выбросить ее, вот сказать, все, я вот хочу, 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 стоп, все, не хочу, вообще, не хочу, выбрасывай, все, и свобода вдруг приходит, вдруг ты ощущаешь, что ты освободился от какого-то плена, вот эта работа в покаянии, она очень-очень важная, и очень важно к исповеди подходить, исповедь это как заключительная печать, разрешительная молитва священника дается истинно кающемуся человеку, надо, конечно, приходить, в любом случае, я не говорю, что только в таком случае надо приходить на исповедь, но нужно исповедовать, готовиться к исповеди именно на молитве, на молитве происходит, мы когда в нормальном режиме, ну раз в неделю человек приходит, ну раз в две недели, кто раз в месяц, но в любом случае, вот на молитвенном правиле, на каждом нашем молитвенном правиле идет подготовка к исповеди, пожалуйста, тут тебе блокнотик должен быть и карандаш не просто чтобы записать и отложить, а эти вещи, они должны быть зафиксированы в твоем уме, это ты должна помнить, что эта вещь у меня является страстью, моей основной, естественно, как Игнатий Бринчанинов говорил, определяем сначала самую сильную, а это легко, пожалуйста, на молитве, на той же молитве тебе определиться, куда у тебя ум уходит чаще всего от Бога, вот там твоя и проблема, в некотором смысле это даже нам как благословение, чтобы увидеть, ну да, у меня вопрос последний, есть такая статистика, что от вредной какой-то привычки, например, понадобится 30 дней, чтобы от не избавиться, это в миру, а в духовном плане сколько? В духовном плане, я трудно сказать, не знаю про статистику, но пост дан 40 дней, да, не зря, то есть за 40 дней могут произойти в человеке изменения, если он потом не расслабится и не вернется, проблема-то в чем? Проблема не в том, чтобы избавиться, это как алкоголики, знаете, вот есть анонимные алкоголики, они как избавляются от страсти, то есть им суть не в том, чтобы перестать пить, суть в том, чтобы не начать пить снова, да, перестать пить можно, бросить страсть можно, но нужно помнить, они с чего начинают, они уже 30 лет не пили, а они с чего начинают свою как бы там вот общение, говорит, я такой-то алкоголик, меня зовут так-то, я алкоголик, человек, который хочет избавиться от страсти, говорит, я такой-то, я блудник, я такой-то, я сребролюбец, Господи, и это, ты избавился, да, от этой страсти сейчас, но ты не должен расслабляться до конца твоей жизни, потому что в любой момент множество примеров из житий святых даже, когда люди через много лет жизни в добродетели, в рак их там 30 лет искал и все-таки не извергал, поэтому сколько дней нужно, какая тут статистика, я другой случай знаю, вот, ну, читал, в Патерике есть, пришли когда к старцу и говорят, сколько нужно времени, чтобы покаяться, а что такое покаяться, ну, что такое покаяться, если мы вдумаемся, да, и уже много раз говорили на греческом языке покаяние, метаноя, изменение, то есть покаяние в совершенном смысле его, то есть в глубоком смысле, в сути, покаяние, это именно изменение, то, о чем вы говорите, это оставить страсть, это оставить грех, человек только тогда покаялся, когда он перестал грешить, а что такое грех? Грех это действие страсти, это страсть, исполненная на деле, мы говорим о грехе, мы говорим о том, что рождает нашу смерть, из-за чего мы умираем, и они его спрашивают, сколько времени надо для покаяния, достаточно ли три года? А он говорит, это много три года, а сколько? Три месяца, говорит, и это много, говорит, ну а сколько? Три недели, и это много, говорит, я верую Богу, что искренне покаявшаяся душа может измениться за три дня, достаточно три дня человеку для покаяния, чтобы Бог его принял, и Бог принимает через три дня душу, но затем, после этих трех дней, вся жизнь впереди, и чтобы это покаяние свое доказать, оно будет до последнего нашего издыхания, это борьба, и этот как бы тест, то есть мы выдержим, не выдержим, то есть тут три дня, сорок дней, тридцать дней, какая статистика, обязательно надо помнить, что до конца нашей жизни, вот это страх Божий, о котором мы говорим, мы с вами говорили, страх, которого нету, мы святые, мы спасены, но хорошо, мы спасены, может быть, в надежде, в каком-то обетовании, но сколько есть людей, сколько святых было, которые, будучи призваны, будучи приняты Богом, и затем отпали, вот он страх Божий, это не просто перестать грешить, а это постоянная жизнь во внимании, со сознанием того, что я грешник, с памятью о своей падшей природе, которая только расслабься, она тебя может увести, опять во тьму, бездну, в грех. Вот, и пребывающий в таком страхе Божьем, пребывающий в таком смирении, он наблюдает и охраняется Богом, потому что смиренного Бог охраняет и дает ему благодать, а гордому противится. А все вот это, а в этом всем очень большая опасность горделивой мысли, что я спасен, мне больше ни о чем не надо заботиться. Я принял Христа, да, ну вот как у протестантов часто есть, я принял Христа, я спасен, мы все святые. Что это такое? Я грешник до конца моих дней. Вот мы имеем какие примеры святых. Не я святой. И, кстати, об этом здесь будет очень интересно. Это будет в четвертой главе. Эта тема будет разбираться настолько просто и настолько ясно, дойдем, я надеюсь, доживем до этого и об этом тоже почитаем. Но я грешник и святый, он уже умирает. Старец, который в пустыне посвятил всю свою жизнь любви Божьей, молитве. И ученики говорят, ну ты уже знаешь, что ты спасен. Он говорит, не знаю. Вот оно смиренно мудрое. Говорит, я не знаю, по-человечески, говорит, я старался делать все, чтобы угодить Богу. Но в очах Божьих я не знаю, как это выглядит. Вот какое смирение. Вот это смирение, которое покрывает истинно святых. Никогда святые о себе не думают, что они святые. Я алкоголик. Меня так-то зовут, я алкоголик. Вот нам, вот что я думаю об этой статистике. Мгновенного покаяния нету? Но есть мгновенное покаяние и потом мгновенное падение. Вот я мгновенно, вот я вот что-то нарушил, вот я постный день, скажем, я там съел сыр, да, вот. И думаю, эх, ну что же я так это сделал вообще? Вот я вроде бы постный день, а я не удержался и съел. Господи, прости меня, покаялся, мгновенное покаяние, мгновенное. Прошло полчаса, еще там молочка выпил или там тортик скушал. И говорю, ой, Господи, опять прости меня. Мгновенное покаяние, мгновенное падение. Речь идет о покаянии, действительно, об изменении, а изменение должно быть подтверждено каким-то более-не-менее продолжительным сроком, которое будет свидетельствовать об этом изменении. Вот старец уже милостивно дал три дня хотя бы, три дня, да, другие вот сорок дней. А мы вот говорим о том, что страх Божий нужно иметь на всю жизнь. Вот всю жизнь ты проживешь, вот отойдешь ко Господу, получишь венец за свое терпение в Боге, за свою любовь, вот это будет покаяние там, на суде. это покаяние будет принято как совершившийся факт. Все остальное это залог, да, дается нам, как сказать, кредит в кредит. Да, простили нам, но ты еще докажи потом, что ты не вернешься. Батюшка, мы просто подождем следующий глав. Давайте, давайте, да, следующий, я, эта книжка какая-то очень особенная, очень, очень интересная, о чем-то очень важном, и самое главное, знаете, что в ней, вот эта близость к нам по времени, очень, видимо, имеет большое значение, то есть тот дух, в котором это все преподносится, Максим Исповедник, ведь преподносит старец наш современник, такой светильник нашего времени, раскрывает нам на нашем, как бы, языке. Да, трудно это все понять, как, но оно проникает и трогает именно вот наш современный ум. Хорошо, всем спасибо, тогда, до следующего раза, храни всех Господь! Субтитры создавал DimaTorzok